Здравствуйте, уважаемые слушатели! Решите продолжить курс лекций для бакалавриата, специальности в теплоэнергетике, монтаж и эксплуатация оборудования тепловых сетей. Лекция номер два. Организация мероприятия по подготовке, монтажа, ремонта и эксплуатации оборудования. Лектор Исаев Валерий Львович, кандидат технических наук, доцент кафедры энергетические системы. Актуальность темы лекции связана с тем, что в процесс подготовки, строительство, из последующего монтажа оборудования тепловых сетей, последующего после эксплуатации вынужденных ремонтов и сама эксплуатация оборудования весьма характерные особенности имеют и соответствующую организацию мероприятий по подготовке, монтажа, ремонта и эксплуатации оборудования тепловых сетей. Актуальность постановки темы очевидна. План лекции Технические условия Финандзор при монтаже тепловых сетей Задания на проектирование Требования надежности Надзор эксплуатирующей организации за строительство Это на уровне монтажа Подобные требования касаются и выполнения ремонта С некоторыми особенностями Связанные С тем, что оборудование уже установлено И имеет Нарушение В самом состоянии Этого оборудования Которое необходимо устранять Для обеспечения эксплуатационной пригодности теплосетей Для обеспечения Главной цели теплосетей Поставки тепла В виде сетевой воды В сетевой воде Теплопотребителям От теплоисточников Технические условия и надзор При монтаже теплосетей Проектирование Магистральных Распределительных И квартальных теплосетей Осуществляется Специализированными Предприятиями По проекту Либо Предприятиями Которые Получили Или имеют Лицензию На производство Таких работ Проектирование Тепловых сетей Всего оборудования И зданий Для тепловых сетей Осуществляется На основе задания На проектирование Задания На проектирование Предусматриваются Исходные Условия Как-то Технические Параметры Теплосетей Давление Температура Сетевой Воды Расход Сетевой Воды Зона Строительства Или строительные Площадки Тепловых сетей А также Другие условия Учитывающие Принцип И функциональное Назначение Самых тепловых сетей Напомним Что Назначение Тепловых сетей Связано С тем Что Теплосети Являются Транспортным Элементом Между Теплоносителем И Теплопотребителями А в связи с этим Задание На Параметирование Должно Быть Учтено Как Текущее Значение Параметров Теплопотребителей Так И Перспективное Какие Это Параметры Во-первых Этажность Зданий Теплопотребителей Второе Это Тепловые Нагрузки Их Виды Третье Условия Присоединения К тепловым Сетям И Виды Горячего Водоснабжения Таким образом Обеспечивается Система Горячего Водоснабжения Все эти Параметры Должны быть Исходными Заложенными То есть Либо Открытые Сети Будут Присоединение Либо Горячее Водоснабжение Закрытое Будет Я так Напоминаю Вам То что Вы уже Знаете Присоединение К теплосетям Зависимое Независимое И отсюда Сразу Зависит Будут ли На тепловых Пунктах Установлены Теплообменники Водоводяные Либо это Паровые Сети Значит Здесь совсем Другая Система И по Режимным Параметрам По давлениям Но вернемся К тому Что я Представим Сказал Как влияет Этажность Этажность Здания Очень сильно Влияет На параметры Давления Потому что Располагаемые Напоры Должны Обеспечивать В тепловых Сетях Должны Обеспечивать Подъем Сетевой Воды После тепловых Пунктов Потребителя На Заданную Высоту Этажности Здания Поэтому Если Здания Высокоэтажные Тогда Необходимо Знать Указывается Предельная Высота Располагаемых Напором До Первого Технического Этажа Технический Этаж Таж Последующий За Нижним Тепловым Индивидуальным Тепловым Пунктом Первых Этажей Предусматривает Дополнительное Насосное Оборудование Которое Обеспечивает Поэтапный Последующий Подъем На Следующий Режим Теплосетей Режим Теплопотребителя Поэтажности Извините Оговорился Так вот Наша Задача Спроектировать Теплосетей Для Подведения Теплоносителя С Располагаемыми Напорами До Первого Технического Этажа То есть Как будто Это здание Девятиэтажное Например Хотя Она В самом деле Многоэтажная 20-30 Этажей 100 Этажей Это будут Прорнезуточные Технические Этажи Со Своими Тепловыми Пунктами И Насосным Оборудованием Так вот Задание Напорами Терри Это должно Быть Учерено Как Влияет Тепловая Нагрузка То есть Материалы Строительства Ображдающие Конструкции Из какого Материала Изготовлено Здание Степень Остепления Этих Зданий Ветровая Нагрузка Находится ли Это здание В зоне В розе Ветров Температурный Режим Местонахождение Здания То есть Климатические Условия Максимум Температуры И так далее Все это сказывается На Режиме Теплосетей По Температурному Графику То есть Режим Теплосетей Может быть 110 на 170 130 150 на 70 А может быть 200 на 70 Это Определяет Расчет По Тепловым Нагрузкам Теплопотребителей Видите Сколько Ну Необходимо Предварительных Материалов Исходных На Проектирование Тепловой Сети Но Этого Мало Ведь Мы знаем Что Тепловые Сети Как Связующее Звено Транспортирующее Тепло В виде Сетевой Воды Содержащее В сетевой Воде К Теплопотребителю От Теплоисточников Тогда Необходимо Согласовать Болера На Теплоисточники Обеспечат Вам Такие Располагаемые Напоры На Тепернатурный Режим Который Предполагается Поставлять Тепловыми Сетями Теплопотребителей Если Это Вновь Строящаяся Теплостанция Это Легко Связывает Потому Что Взаим Увязывает Типы Оборудования Которые Установятся Для Теплоисточников И Теплосетях Для того Чтобы Обеспечить Заданные Режимы Теплофикации Теплоснабжения Теплопотребления Для Теплопотребителей А Если Это Тепловые Источники На Уровне Модернизации В связи С Расширением Строительства Объектов Предназначенных Теплофикацией Тогда Необходимо Иметь Исходные Данные Для Теплообменного Оборудования Теплотехнического Оборудования Теплоисточника То есть Какие Болера Их Количество Выдерживает На то Давление Которое Будет Предусмотрено Сетевые Насосы Которые Должны Обеспечивать Заданный Расход И напор Тепловых Сетях По подаче А также Температура По обрату Она Единая 70 градусов Обычно Берется По максимуму Допустим 150 на 70 Максимум Температура На подаче 150 Напоминаю Просто Чтобы Поднять Ваш Класс Знаний А на обрате 70 градусов Так вот Такие Все Исходные Данные И другие Которые Я Не Акцентирую На Подробности Я Ответил Вам Основные Которые Существенно Повлияют На Выполнение Проекта В соответствии С согласованностями Всех Параметров Между Теплоисточником Теплопотребителями И Проектированным Оборудованием Тепловых Секрет Организация Монтажа Организация Монтажа Оборудования Связана С Тем Что Устанавливается Целеустановка По Мероприятиям Целью Оптимизации Затрат Первым Предусматривается Мероприятие По снижению Удельной Численности Персонала Участвующие Участвующие В монтаже То есть Строительстве Теплосетей И Монтажей В том числе И Учитывается Предприятие Энергозатраты Затраты Численности Заводского Персонала Который Занимается Изготовлением Сборных Частей Поставки Сборных Единиц Монтажных Узлов И Отдельных Элементов Оборудования Для монтажа Тепловых Сетей А также Персонал Административно-управленческого Аппарата Конструкторско-технологических Групп При условии Обеспечения Коэффициента Готовности Тепловых Сетей Предстоит Коэффициент Готовности Определяет Отношение Длительности Времени Оставшегося Для Завершения Работ К общему К общей Длительности Производства Строительства И Монтажа Тепловых Сетей Важным этапом В решении Достижения Такой Целеустановки Является Улучшение Организации Труда Бригад И тех Организаций Которые Причастны К строительству Надзору Контролю Безопасности И качества Монтажа В том числе И ремонта То есть Мы дома Организация Монтажа И ремонта И сведения К минимуму Прямых потерь Рабочего Времени Что Значительно Повысит Производительность Труда При Малых Первоначальных Затратах Для этого При ремонте И При Монтаже Строительстве Тепловых Сетей Предусмотрены Типовые Нормативные Трудозатраты То есть Нормированные Планы Заданий И графики Выполнения Работы Организация Ремонтов В соответствии С Появленной Организацией Монтажа Имеет Как Схожие Признаки Так и Отличительные Признаки Отличительными Признаками Является То что Если Монтаж Производится Во вновь Как вновь Устанавливаемое Оборудование То Реализация Ремонтов Основана На Проявлении Гемонтажных Гемонтажных Работ На Существующем Оборудовании Причем Оборудование Которое Пришло В нерабочее Состояние И имеет Свои Дефекты И отсюда При Демонтаже Имеет Особая Осторожность Потому что Оборудование Не обладает Механической Прочностью При Демонтаже И Это Может быть Причиной Непродусмотренных Аварийных Режимов И Нарушения Техники Безопасности Приводящей К травматизму Организация Безопасной Работы При Монтаже И ремонтов Придается Наибольшее Значение При Организации Ремонтов Необходимо Убить Некоторые Основные Знавления По Видам Ремонта Капитальное Ремонт Оборудование Производится Для устранения Неисправностей Для обеспечения Надежной Экономичной Работы Межремонтный Период При Капитальном Ремонте Техосети Производится Разборка Оборудования Предусмотренного Для ремонта В соответствии С проектами Проекты Монтажа И проекты Организации Ремонтов Производится По проектам Которые Выполняет Проект Нарвиния Капитальный Ремонт Основного Оборудования Производится В плановые Сроки Которые Предварительно Рассчитаны Либо Нармируемые По Проектированию По реактам Проектирования Этих Теплосетей Это связано С многими Показателями С наличием Блуждающих Токов Наличием Вводов Организации В окружающем Теплосети Предприятиям Вредных Выбросов Которые Могут Быть Сказаны На сокращение Сроков Межремонтных Сроков То есть Более Низкой Эксплуатационной Надежности Тепловых Сетей А также Количество И качество Поставляемого Материала Стальных Труб Например Другого Отклонения По Марке Сталин И так Далее Здесь Открытие Необходимо Отметить Что капитальный Ремонт Производится Применительно Как к основному Оборудованию Так и Вспомогательному Оборудованию Капитальный Ремонт Вспомогательного Оборудования При наличии Резервов По производительности Этого Оборудования Запускается Проводить Периоды Между капитальными Ремонтами Основного Оборудования Это Отличительная Особенность Проведения Ремонтов Капитальных Ремонтов Вспомогательного Оборудования Если резерва вспомогательного оборудования нет, тогда капитальный ремонт отдельных установок, присутствующих которых не совпадает с длительностью ремонтного периода, планируется во время простоя основных агрегатов в среднем и текущих ремонтах. Средний ремонт – ремонт агрегатов для восстановления ресурсов узлов, срок службы которых меньше периода между двумя последовательно проводимыми капитальными ремонтами. В средних ремонтах, кроме разборки отдельных узлов для осмотра, очистки и устранения обнаруженных дефектов, производится ремонт и замена быстро изнашивающих деталей и узлов. Текущий ремонт проводят для обеспечения работоспособности оборудования и надежности до следующего планового ремонта. При текущем ремонте оборудования проводят его осмотр, очистку, замена уплотнений, регулировку и ремонт отдельных узлов деталей с устранением выявленных дефектов. Выявленные дефекты обычно записываются в период эксплуатации. При наращивании отказов из-за этих дефектов можно начать от текущей ремонт. В процессе ремонта оборудования проводится приемка отдельных отремонтированных узлов вспомогательного и основного оборудования. При этом осуществляется опробование на ходу подачи на малых режимах сетевой воды в тепловые сети. Приемку из капитального среднего ремонта проводит комиссия под руководством главного инженера предприятия. Приемки проверяют выполнение всех предусмотренных ведомостью работ, объема работ, а также внешнее состояние оборудования, тепловая изоляция, чистота, покраска. Наличие в качестве ремонта отчетной документации, технической документации. Опробование основного оборудования проводится при номинальных параметрах теплоносителя, сетевой воды, например. Если водяные тепловые сети, водяные тепловые сети. И поочередной работе всего вспомогательного оборудования при нормальной эксплуатационной схеме. При обнаружении дефектов приемка оборудования запрещается. Капитальный или средний ремонт считается незаконченным до устранения дефектов и вторичной проверки. При отсутствии дефектов комиссия дает предварительную оценку качества капитального или среднего ремонта. Ремонт оборудования считается законченным с момента включения агрегата в сеть. А при всем какого-то сети могут запускаться по некоторым участкам. Так вот, один участок запустили, второй участок запустили. И в целом теплосети, когда запускается, считается, что весь объем ремонтных работ завершен. Начало, надзор, завершение ремонта. Мы с вами уже определили. Начало ремонта начинается с тех пор, когда проектное... Произакончилось проектирование магистральных каких-то расстроительных или квартальных сетей. Согласованы все мероприятия. Подготовлены организации для выполнения этих работ. И согласованы все мероприятия с предприятиями и организациями в зоне строительства. И монтажа этих, для многих строящихся сетей. Особенно для производства подземных работ. Согласованы предприятия, которые имеют подземные коммуникации. И должны быть подтверждены актами согласования. Во время строительства осуществляется надзор, как за качеством строительства, согласование всех договоров по пересечению магистральных или подземных коммуникаций, для обеспечения ненарушения тех предприятий, тех подземных коммуникаций или надземных коммуникаций, которые входят в зону строительства. Завершение ремонта осуществляется после запланированного запуска сетей в работу. При номинальных режимах. Организация эксплуатации. Проектирование сетей предусматривает также организацию эксплуатации. Для этого формируются предприятия, организации, которые будут заниматься эксплуатацией. Для таких организаций предусмотрены нормативные инструкции, правила эксплуатации. Например, правила эксплуатации тепловых сетей. А также подбор для этих предприятий персонала, обучение персонала и подготовку их к эксплуатации. Этот персонал может участвовать как в строительстве, так и в монтаже и ремонтах оборудования тепловых сетей. Задание на проектирование. Технический проект строительства теплосетей. Размещение площадки строительства теплотрассы. Акты согласования с владельцами и организацией в районе монтажа теплосетей. Характеристика зданий и сооружений. Кроме самих теплосетей, для теплосетей предназначены тепловые пункты. Индивидуальные тепловые пункты, центральные тепловые пункты теплосетей. Эти здания должны иметь в проектах обозначение назначения, наружный объем, геодезическая отметка пола подвала, высота здания, удельные теплопотерии, тепловые нагрузки, распределение теплопотребления по годам и видам. Расчетные параметры теплоносителей в системах теплопотребления. Требования надежности. Исходные данные по существующим зданиям и монтированным оборудованием теплосетей присоединяемы к действующим теплосетям. Проектировщик согласовывает с эксплуатационным подразделением проект двух экземпляров. Расчетно-поисительная записка. Рабочие чертежи всех частей. Один экземпляр согласования. Организации по эксплуатации служит сетей. Для согласования проверки. В соответствии с НИП, строительным новым правилом, правилом технической эксплуатации. Требованиям тепловогоснадзора и техники безопасности при эксплуатации теплосетей. В соответствии с ГОСТом, государственным стандартам и статаментом материалов и оборудования. Техническим условиям на присоединение. Надзор эксплуатирующей организации за строительством. Согласно договору со строительной организацией, которая предъявляет технадзору элементы строящихся объектов на осмотр, заключение и приемку. Вот такие коротко и системно выявлены основные моменты по данной теме. Разрешите вам огласить задание и контрольные вопросы. Задание. Освоить тему, предоставить авторские кизисы изученного материала. Контрольные вопросы. Значение темы в системе знаний дисциплины. Перечислите мероприятия по обеспечению коэффициента готовности теплосетей после монтажа. Какие виды ремонтов теплосетей? Какое условие приостанавливает приемку монтажа? Перечислить правовые документы для организации выполнения монтажа, ремонта и эксплуатации. Что предоставляет строительная организация технадзору для приемки монтажа и ремонта? Какие условия определяет завершение монтажа или ремонта? Какие условия предоставляются для организации эксплуатации? Вот коротенько те вопросы, которые позволяют коснуться опорными знаниями тех вопросов по организации монтажа при строительстве. Как вновь строящихся сетей, так и при его модернизации этих сетей тоже устанавливаются свои проекты. По проектам все делается. Я вам немножко выводы рассказываю, что все выполняется в законном порядке. Желаю вам освоить самостоятельные материалы и мы с вами побеседуем в процессе встречи для оценки знаний ваших по этому вопросу и отвечу на ваши вопросы. Спасибо вам за внимание. До свидания. Продолжение следует...